Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами очередной выпуск Мыльной Фены. Мы расскажем вам о самых последних новостях из жизни латиноамериканских знаменитостей и о самых последних новостях со съемочных площадок. Итак, приступим. Венисио Дель Торо стал, наконец, попком. А ты чего? И кто его осчастливил? Вот, осчастливила его девушка по имени Кимберли. Девушка тоже не кухры-мухры. Она у нас дочерь самого рода Стюарта. О, Боже! Какая наследственность получится у этого младенца! Самое интересное, что и папа, и мама, они красивы необыкновенно. Особенно вот эта фотография мне нравится, когда они тут вот вместе. У стеночки стоят? Да, они тут рядышком. Очаровательно вы, очаровательно! Они, видно, не понимаю, что с ним в этот момент было, но, видимо, хорошо накурились. Мне кажется, они так еще ночь нехилую вместе провели. Очень может быть. Дочка-то должна была как-то появиться. Ну, так вот. А Кимберли, она родила дочку. Значит, дочку назвали Делия. Ну и, в общем, Бенисио не особо долго расслаблялся. Он посетил госпиталь, раздал кучу интервью. И сказал, что хотя они с Кимберли и не живут вместе, он будет принимать участие в воспитании дочки прямо очень деятельно. Пугать ее своей экзотической внешностью. Ну, я думаю, девочку уже ничем не напугаешь. Там мама тоже хороша. Мама, дедушка, папа, девочка должна получиться красавицей. Ну, ты понимаешь, что... Конечно, Бенисио, он у нас мужик талантливый. Но морда лица у него... Весьма экзотичная. Весьма экзотичная, да, ты права. Ну вот, он вернулся сразу же к работе. И снимается он сейчас в фильме «Дикари». Ну и сущность... Господи, ему даже грим не нужен. Да, без грима он снимается, экономия изрядная. Думаю, его, наверное, из-за этого и взяли в этот фильм, чтобы не тратиться особо. Да, я тоже так думала. Талант плюс отсутствие гримера – это что-то. Очень-очень хорошая вещь, понимаешь. При нынешних кризисных обстоятельствах, я думаю, это замечательно. Да, абсолютно, да. Ну вот. А дедушка, новорожденный Рот Стюарт, тоже дал несколько интервью, сказал, он счастлив. Но тут самое смешное не в этом. А в том, что в этом госпитале поддержать рожающую девушку собралось все семейство Стюартом. Короче, все жены бывшие, жена нынешняя, все дети от предыдущих браков, плюс там еще парочка внуков, а так как их количество тут зашкаливает, то, в общем, представляешь, там какая-то толпинь. Карем на выезде. Ну да, с показательными выступлениями. Молодец, Рот Стюарт, ах, молодец. Даже кто-то у тебя пиар делал. Не, ну а шо делать вообще? Не, он железно прав, бизнес есть бизнес. Надо пользоваться. Ну а потом у нас тут с тобой довольно печальное событие. Ну, где рождение, там и смерть, как всегда. На этой неделе умер Энрике Кассерес, солист Лос Панчус. Ну, что такое Лос Панчус? Фух, ты еще меня спроси про их песни. Ну так, это же просто, я даже не знаю, с чем это сравнить. Шульженко, Бернес, Рошин, и все вместе, и все в одном флаконе. Все в одном флаконе. В общем, для Мексики, конечно, потеря нешуточная, потому что это три. Вот, когда говоришь Мехико или Мексика, сразу Лос Панчус. Врачи не справились. Да. В очередной раз. Ну, понимаешь, не справились, да, легочные заболевания. Врачи ничего не могли сделать. Хотя, я даже думала, что мексиканская медицина, она как-то получше все-таки будет. Я тоже так думала. Судя по сериалам и этим, они там буквально оторванные головы приживают. Хорошо, что мужскую не женщине. Ну, да. Так смотришь, у них в одной палате родильница лежит, в другой палате операцию делают. И все это дверь в дверь. Вот, а самое интересное, у них врачи там, понимаешь, они от и до. Ухо, горло, нос. Сюзки-письки-хвост, извини. Ну, да, и они все делают, и все в темпе, и все у них главное получается. Не, ну, молодцы. Ну, понимаешь, а вот в реале вы лечить как-то не смогли. Даже интересно. Вот я думаю... Жалко, эпоха уходит. Для Мексики это эпоха. Ушла уже. Да, это потеря. Это потеря, безусловно. Это очень жалко. Потому что на самом деле, ну... Ансамбль был великолепен. Великолепный. Голоса, аранжировки. Блестящая вещь. Да, ну, все блестящее когда-то перестает блестеть. Что там случилось у Хорхея? Вот смотрю, дальше идет Хорхе Аравена у нас в новостях. Что там за проблемы теперь у него? Ну, да, ну, понимаешь, вот невезение. Это из серии, что такое невезет, как с этим бороться. Ведь он, в общем-то, из Венесуэлы перебрался в Мехико. И он довольно тут неплохо устроился. У него эксклюзив с телевизией на пять лет. Он снялся очень-очень удачно в сериале в одном. Очень успешно. Рейтинги были классные. А сейчас у него просто полоса какая-то пошла. Он, конечно, актер красивый. Хотя, на мой взгляд, такой довольно средний. Ну, он из него средний, но мужик, конечно, фактурный. Фактурный, фактурный. Ничего не попишешь тут. Так вот, у него, короче говоря, проблемы со слухом. У него 30% слуха потерян. Он правым ухом практически не слышит. Практически. Вот говорили же, приезжаешь в Мексику, сначала сделай все прививки. Ну, в общем, там какая-то инфекция была. И ему сейчас лекарства, инъекции, очень-очень болезненные уколы. Ничего не помогает. Вот. Ну, и вообще, в последний год у него проблемы на проблеме. Тут его чуть не ограбили в центре Мексико. Это когда-то с детьми? Да, он остановился на светофоре. Машина была с детьми с его. Подошел мужик, сунул в нос вообще-то пистолет и сказал, гони деньги. И все. Ты же, блин, вот, ну, 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 нормально. А что, нормально, нормально, не криминальная страна. Ой-ой-ой, страна спокойная. Вот тишина на Ваганьковском кладбище просто. Ну, а второе, у него же тут еще проблема с его бывшей женой. С Дженни. Так вот, эта самая вот Дженни Мартинес обратилась в суд и потребовала вышибить из него алименты. А она, говорит, денег на воспитание не дает. А она вынуждена предать дело огласке. А у него трое детей от предыдущего брака. И четвертый уже от нынешнего. Ой, Господи, расплодился. А работы нету. А проблемы со здоровьем. Короче, полная, извините, задница. Да уж, не весело мужику. Вот, тем более, представляешь, вот у него сейчас слуха нет, да? Кому нужен глухой актер, вот мне просто интересно. Что будет дальше? Ну, надеюсь, одним ухом он таки останется слышать хотя бы. Жалко. Такая фактура пропадет. Да, ну да. Но пульс тут с алиментами тут же... А с другой стороны, да успокойся ты, женщина. С их подачей текста, когда они его пишут большими буквами, учить его не надо. А, ну глаза есть, да? Ничего страшного. Пока видит, все будет в порядке. И глазами хлопает. Вот. А тут же еще, понимаешь, как интересно. Значит, вот тут с этими с алиментами. Их же тут уже клуб образовался целый. Крис Мейер, Хорхе Салинес, Хорхе Аравена. Те уже стоят... Те уже стоят, руками потирают, а Рут третьим будешь. Он говорит, буду, буду. Причем, понимаешь, Крис денег не платит, все еще судится со своей Морисоль. Свободное от работы время. А Хорхе, мало того, что денег не платят, еще и бывшую ногами так отходил, у нее там от лица одни лоскуты остались. Слушай, как его не посадили, скотину, я такой, ну что это за мужчина такой дешевый, фу. Ну вот такая вот. Не зря он мне не нравится, мерзкая морда. Ну, да, морда лица у него, конечно, еще та, тут ничего не поделаешь. Клепочка, как думаешь, а вот такого мужика, что с ним надо сделать? Порвать на фашистский знак? Ну, а зачем? Химически кастрировать, наверное, а, Клеп, как думаешь? Ну, нет, я думаю, что руки надо углом на спине завязать, чтобы не распускал. Кожни руками, я бил, ногами, господи. Тогда ноги выдрать, руки вставить в это место. Класс, короче, тут у нас спидбуллет лечился. Ой, мама, ой. Он фаната побил. Какая физиономия, нет, ты посмотри. Ты посмотри, как он похож на свое, так сказать, животное, прототипное. Нет, животное, Клепуш, посмотри, какая симпатичная псинка. Прелесть. Ой, глазки голубые, лапочки сложила. Пидбуль проигрывает рядом с собакой, собака красившая. Собака в промежность только вцепится ласково, и все. Ну, не вцепится. Ну, не вцепится. Потому что эти пидбули, они на людей не, они собачьи в боях участие принимают. Они в человечих. А этот чего кидается? А, потому что он человек. Ну, там интересная история. Там фанат просто на сцену полез во время концерта. Может, не знаю, что он там хотел делать. Может, поцеловаться хотел. Но тот ему и со всей дури вмазал. Один из самых красивых мужчин Мексики. Ой, мама. Какой Мексики? Он кубинец, он в Майами живет. Ну, какая разница? People and Espanyol признал его красивым мужчиной. У них что, дефицит красавцев? Ой, я не знаю, чего у них там дефицит, но если это красавец, то кто тогда бразильный? Мне просто интересно. Смотри, какая физиономия. Во-первых, у него же еще лицо несимметричное. Смотри, у него морда-то лица на сторону поехала. С одной стороны шишка, с другой впадина. Ну, пидбуль он и есть пидбуль. Оставьте его в покое. Красавец мужчина. Потрясающая вещь. Редкостный, да, редкостный человек. Беская внешность. Да, очень экзотичный, очень умный и очень воспитанный. Все вместе в одном флаконе. Конечно, самый красивый мужчина.